Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Доброе утро всем, кто к нам сейчас подключился. И опять-таки тем, кто продолжает нас слушать. Продолжается утро на Болткоме, утренний эфир. И сейчас у нас личное утро на Болткоме. И наш гость, доктор-натуропат Лидия Тымуш. Здравствуйте, доктор. Добрый день. Лидия Тымуш специалист в области биорезонансной медицины. И у нее очень много есть таких званий. Член общества антивозрастной медицины. Член Лиги здоровья нации. Почетный натуропат Европы. Это какая-то профессиональная ассоциация. И награждена орденом Святого Пантелеймона-целителя. За заслуги в целительской и просветительской деятельности. И у нас такой вот осенний хмурый день. Мы будем говорить о здоровье. Потому что сезон простуд. Осень. О настроении. Как поддержать себя. Как поддержать себя. Выбраться. Попробуем поговорить об этом. Да. А программа наша называется «Личное утро». А вот у вас, доктор, с чего начинается ваше личное утро? Сегодня и обычно. Как я у обычных людей. И я ничем не отличаюсь от обычных людей. И встаю, чищу зубы, умываюсь, готовлю завтрак. Если есть возможность, когда не сильно занято, я делаю небольшую гимнастику, зарядку. Можно даже в кровати. Можно присесть. И, в принципе, быстренько собираюсь и еду на работу. Когда погода пасмурная и более прохладная, естественно, каждое утро я еще принимаю натуральные препараты. Я знаю, какие мне нужно, чтобы защитить себя от вируса, от гриппа. Потому что есть такие препараты, которые перед тем, как выйти на улицу, или перед тем, как ты должна встречаться с определенным количеством людей, есть препараты, которые в той или иной мере могут защитить организм. Вот и все. Это мое утро. А важен какой-то психологический настрой, с какими-то правильными мыслями начинать день? Как вы считаете? Да, конечно, это имеет значение. Я еще иногда, мне нравится практиковать разные методы, потому что бывает так, что плохо вечер был, день был тяжелый, заснула плохо, проснулась там ночью, утром встала. И иногда я стою перед зеркалом и разговариваю сама с собой, желаю себе здоровья, счастья, улыбки, добра. И вы знаете, когда смотришь на свое отражение, разговаривая с собой, это очень здорово помогает. И улыбаться надо, подходить в зеркало и улыбаться. Да, конечно, потому что ты смотришь на свое отражение, и ты разговариваешь сама с собой. Потому что есть вещи, которые помогают, например, мне, я буду говорить о своих примерах. Когда были у меня проблемы со здоровьем, и я разговаривала сама с собою, да, и когда была наедине, как бы понимая себя изнутри, и мне это давало силы. Поэтому точно так же утром, если ты чувствуешь, что бывает так, что день тяжелый, много пациентов, устала, утром надо идти на работу, погода плохая, там, ну, хорошо помылась, ну, хорошо позавтракала, ну, хорошо сделала легкую зарядку, но чтобы совсем, ну, день был хорош, и чтобы ты могла сделать то, что ты хочешь, и дать людям добро и любовь, то ты, естественно, должна иметь сама это внутри. Поэтому утром бывает так, что разговаривая с собой, не то что уговаривая, а то, что я должна это сделать, что я живу здесь и сейчас, чтобы я это делала. И я обязана это делать со всей душой и с добротой к людям. И, в принципе, когда ты об этом думаешь, то кажется, что настроение другое, и сила сразу появляется, и вроде бы и тебе как-то лучше на душе, и ты понимаешь, что ты же то же настроение, и то же тепло дашь человеку, который будет рядом с тобой находиться. Такой взаимообратный процесс. Да, потому что это очень важно, это очень важно. Лидия, а как вы относитесь к осени вообще, осеннему времени года? Он депрессивное время, а кто-то очень любит осень. Вы знаете, я родилась осенью. И осень, в принципе, мне нравится, когда листья желтеют, цвета разные, очень красиво, потому что в своё время я тоже училась художественными, имею отношение к художественному ремеслу. И, в принципе, мне нравится. Но я знаю по медицине, что осень – самая тяжёлая пора, тяжелее даже, чем весна, потому что осенью мы летом отдыхаем, мы расслабляемся, там всё хорошо, и перепады давления в то же время, и света, и тепла, и холода. Люди, которые имеют воспалительные процессы в организме, мы практически все с возрастом это имеем. И осень переносится не так легко, да, особенно людям пожилого возраста, да, потому что им тяжело. Сердечно-сосудистые заболевания, опорно-двигательный аппарат, потому что, во-первых, темнеет, нету, счастья нету, нету радости, да, потому что вот в этом году у нас хорошая осень была, и вроде бы как… Это с солнечным светом связано, конечно. Да, связано. И солнечный свет – это ещё и витамин Д, ну, по поводу витамина Д, я вообще считаю, что витамин Д в наших широтах, где мало тепла и много влаги, и витамин Д, дети даже рождаются с нехваткой витамина Д, а витамин Д, он участвует во всех процессах в организме, абсолютно всех. И это основной витамин, который должен быть в организме. У нас ведь норма идёт от 30 до 100, и никто не задавался, почему такая большая разница – 30 и 100, потому что витамин Д 30 – это минимальное измерение, да, норма, которая, ну, для детей, да, при том, что у детей тоже не хватает часто витамина Д. И витамин Д, он даёт, опять же, он даёт иммунную систему, и он даёт радость. Витамин Д даёт радость. Если его достаточно в организме, он даёт радость. Нет унылости, нет усталости. Это проверено даже на своём собственном опыте. Поэтому… То есть нужно попросить у семейного врача… Это обязательно. …когда какой-то анализ крови сдаётся, или можно отдельно, да, направление на анализ витамина Д. Дело в том, что я бы, я бы вообще рекомендовала, чтобы витамин Д, как, вот вы знаете анализ крови, там, общий анализ, развернутый, короткий анализ, ну, да, чтобы там обязательно включался витамин Д. Потому что если ты сам просишь, он порядка 10 евро стоит этот анализ. Да, это так. То есть надо просить направление у семейного доктора. Да, надо просить. Если есть такая возможность, то, конечно, лучше пойти сдать даже за свои собственные деньги, проверить этот витамин Д, потому что это основной витамин Д, который нам нужен. Я почему-то говорю, потому что после того, как у меня была проблема со здоровьем, начиная где-то с 2006 года, я витамин Д пью постоянно. Я его пью постоянно столько лет, и у меня никогда не было, потому что никогда не было перебора. Никогда не было. Некоторые говорят, что витамин Д очень сильно влияет на почки, если почки слабые, или он там накапливается и будет больше, чем 100 единиц. Я не встречала за свою практику более 10 лет, я не встречала, чтобы у человека была верхняя граница. И в том числе я, которая пью. У меня бывает так, что я витамин Д у меня закончился, мне не было времени пойти в аптеку купить, и я там какую-то недельку его не пропила. А так как у меня нету щитовидной железы, которая там пара щитовидной отвечает за витамин Д в каком-то количестве, но при этом за витамин Д, как мы знаем, отвечает и печень, и почки отвечают, и кожа наша отвечает. Но с возрастом я так понимаю, что с этим сложно. И поэтому я иду, я неделю не пропила витамин Д, я понимаю, что у меня начинают челюсти болеть, у меня начинают корни зубов, зубы болеть, да, у меня суставы начинают болеть, потому что у меня нету витамина Д, его не откуда взять, понимаете. Поэтому это должно быть обязательным. А вот вы профессиональный медик, то есть вы просто работали в поликлинике, а с чего начался ваш интерес, такой поворот к натуропатии, к натуральным средствам, к альтернативной медицине? Вы знаете, я, да, у меня есть медицинское образование, когда я заболела, у меня была серьезная болезнь, это была онкология, и было так, что, опять же, это мой личный пример, да, я чувствовала себя не очень хорошо, у меня были узлы в щитовидной железе, я наблюдалась сначала раз в год, потом каждые полгода, да, и то они увеличивались, то не увеличивались, по это, по разным ситуациям были, и потом я чувствовала себя не очень хорошо, пошла, сдала анализы, посмотрела, УЗИ все сделала, мне говорят, да нет, у тебя там как были узлы, так есть, ничего, все в порядке, да, там не это, ну, в течение 10 дней я чувствую ухудшение, я понимаю, что у меня там что-то происходит, я чувствую, потому что я чувствительный человек, я очень не сильно реагирую на все, на окружение, да, я пошла, опять, да, сделала УЗИ, и мне говорят, говорит, у вас размножаются клетки с бешеной скоростью, это в течение 10 дней, при том, что я сдала все анализы, я проверила все, ничего не было, за 10 дней у меня была третья стадия, понимаете, за 10 дней, и когда я пошла на операцию, я потом, после было осложнение, я какое-то время не разговаривала, я поняла, что мы можем сдавать анализы, мы можем сдавать кровь, но это, если это только начальная какая-то ситуация, да, то не всегда тоже МРТ, тоже УЗИ, синография, МРТ и так далее, и так далее, не всегда мы можем это увидеть, да, это, у нас нету еще такой, таких технологий, что можно увидеть процесс, как только он зарождается, он должен пройти уже какой-то путь определенный, что мы могли это увидеть на, да, на оборудовании, да, на оборудовании, поэтому, когда это со мной случилось, я пошла, я сделала операцию, и так далее, и так далее, я тяжело с этого выходила, и, естественно, химия, она убивает сильно костную ткань, она иммунную систему убивает, она убивает организм, да, и когда я к своим коллегам обратилась, что делать, у меня была очень сильная аллергия, я утром просыпалась, я не могла открыть глаза, я настолько отекала, я пила лекарства, но это было временное, и я понимала, что если я тогда так дальше буду пить, то я просто не смогу, ну, не выживу, я решила искать себе какое-то лечение, другое лечение, чтобы мой организм мог переносить это все, и я стала читать в интернете, я стала смотреть, какие есть препараты натуральные, там, биологические добавки и так далее, и так далее, гомеопатия. То есть на свое базовое медицинское образование вы стали искать дополнительное медицинское образование? Да, 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 конечно, я стала смотреть травы, какие травы, что делают, как вещества и прочее, и прочее, и мне посоветовали, попробуй, есть такие аминокислоты, молекулы, пептиды, да, попробуй их. Я взяла себе, купила, пошла, купила и попробовала, я прямо заливала на лицо, да, там есть в жидком виде они, я заливала на лицо, и вот оно сильно пекло, я прямо кричала, да, мне было больно, но я понимала, что я должна что-то делать, иначе я не решу эту проблему. И где-то на третий день утром я просыпаюсь, а у меня уже нет отечности, и я поняла, что это срабатывает. И я пошла, 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 стала искать компании, препараты, пропуская через себя, я теперь понимаю, что я могу предложить, что я не могу предложить, что может работать, что не может работать. И вот таким образом я стала этим заниматься. И это очень индивидуально, каждому нужен отдельный подход, поэтому это... Общих таких рецептов нельзя? Нет, 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 я не могу сказать, что вот это тебе хорошо, и это будет тебе хорошо, я не могу это сказать. И точно так же я считаю, что в официальной медицине, в классической медицине, у меня как-то, опять же, по своему собственному опыту, есть назначение, да, там, сердечно-сосудистый там препарат, да, есть пить там одну капсулу два раза в день или так, да, есть мужчина, есть женщина, есть вес, большой вес, маленький вес, есть дополнительные заболевания, есть хронические заболевания. Это невозможно, мы же не роботы, мы пока ещё не роботы, поэтому у нас у каждого есть своя энергетия, есть своя возможность организма и клеток, и иммунная система, которая может принять. Кому-то, например, одной таблетки достаточно, кому-то пол таблетки достаточно, кому-то двух мало. Поэтому это лечение как в классической медицине, как и в альтернативной медицине, которой я занимаюсь, это одно и то же. Это должен быть подход каждому человеку, и тогда результат нам будем получать. А как семейный врач, у которого несколько сотен пациентов, и у него отведено, там, не знаю, 5-7, ну максимум 10 минут на каждого, ну а как ему осуществить вот в нынешних условиях такой подход? Он может это сделать, потому что он работает, это его работа, и это его профессиональная работа, и он должен этих людей принять. И там он может, он сделает опрос, там человек приходит, что болит, вот у меня то-то болит. Давайте, есть протоколы при том или ином заболевании, есть протоколы, которые они должны придерживаться этих протоколов и назначать лечение по заболеванию. Назначает, нету результата, пациент опять приходит, но не помогает, давайте вот это попробуем, давайте это попробуем. И они в такой ситуации, в таком положении, что они не могут по-другому работать. Ведь врачеватели, семейные врачи, они были много-много веков назад, и вот эти семейные врачи, они были как члены семьи, они были вхожи в дом, они знали родословную, они знали генетику семьи, и они были, они всегда были рядышком. Мы можем записаться на прием к семейному врачу. У него есть, как вы и правильно сказали, здесь 15-20 минут на то, чтобы нас принять, выслушать и написать рецепт, что мы пошли в аптеку, взяли этот рецепт. У него эти обязанности, он исполняет свои обязанности, он не может другого ничего сделать. Потому, извините, пожалуйста, потому нужны центры здоровья. Лидия, а вот вы сказали, что вас спасли пептиды, да? Да, конечно, да. И вы стали изучать вот эту сферу. Сейчас, в принципе, очень популярно становятся вот эти пептидные различные добавки, в том числе в косметике, да? И говорят, что там какие-то чудотворные эффекты она дает. Вообще, что такое эти пептиды? Пептиды – это вообще молекулы, которые состоят из аминокислотных соединений. То есть пептид, их есть несколько разновидностей, да? Это белки, и наш организм состоит тоже из белков. У нас мы, как бы, каждый орган имеет свои белки. Печень – одни белки, почки – другие белки, да? И вот эти белки, они соединяются. Каждый белок имеет свое определенное количество аминокислотных этих соединений. И чтобы вот это соединение собрать, это собирает пептиды. Это получается, как есть цепочка, да, и она оборвалась. Она могла оборваться там хроническим заболеванием, генетическим заболеванием, да? Вирусом. Вирусом тоже, гриппом, чем угодно то, что дает обратную ситуацию. И вот пептиды, которые, ну, вы принимаете его, они вот эту цепочку, они восстанавливают. Они как ключик в замочек, да? И вот там, где была порвана, он подсоединяется, и вот эту цепочку он восстанавливает, насколько это возможно. Конечно, зависимо, какая концентрация, да, для чего и как. Это тоже очень-очень сложный процесс. И этим занимаются многие, многие в мире, да? И тоже, опять же, надо понимать, потому что это есть бизнес, да? И есть компании, которые специализируются по этому, и которые можно отвечать за те пептиды, которые они производят, да, которые мы принимаем. А есть просто вот, продается крем, а так как это модно, с пептидами. А там пептиды… Да, это всё надо проверять, конечно. Да, это всё надо проверять, а там пептидов не было и не было. И невозможно. Или какие-то не те пептиды. Да, или не те пептиды, потому что это очень сложная технология. Мы говорим, у нас разговор о здоровье с доктором-натуропатом Лидией Тимуш. Личное утро. Сейчас перерыв на несколько минут, и мы продолжим эту тему. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы продолжаем личное утро на Радио Болтком. С нами сегодня доктор-натуропат Лидия Тимуш. В первой части программы мы остановились на таком волшебном слой пептиды, да? То есть почему они нужны и как определить, что они нужны? Они нужны. И всем нам нужны. Потому что пептиды, как я уже сказала, они состоят с аминокислот. Аминокислоты – это белки, а мы и есть белки. Но белки есть растительного происхождения, да? То же самое, да? Трава, растения – они тоже белки, но они просто растительные. Мы животные, а не растительные. Поэтому всё живое на Земле состоит из белков. То есть говорит о том, что пептиды – это мы. Мы – это пептиды. Грубо говоря, так. Лидия, вот Вы очень важный совет в первой части озвучили. Сейчас подчеркнём, всем очень рекомендуется проверить состояние витамина D в организме. То есть пойти просто издать анализ на наличие витамина D. То есть какие ещё витамины очень важны вот сегодня в эту осеннюю такую слякотную погоду и когда у нас грипп и вирус наступают со всех сторон? Не только коронавирус, а просто простудные инфекции. Что важно поддерживать в организме в балансе? Я бы ещё, кроме витамина D, рекомендовала сдавать всегда, проверять себя на магний, на цинк, на витамин С, на группу витаминов В. Потому что вот эти витамины, которые принимают участие в нашей иммунной системе, а как мы знаем, что иммунная система – это наша защита. Бытует разное мнение, что как будто у нас иммунитета нет, но это не так. Есть иммунная система, есть клетки, которые защищают нас от вируса. Вирус, попадая в организм, в клеточке Т-киллеры, они убивают этот вирус. Для того, чтобы они были в достаточном количестве, у нас в крови должен проходить процесс. А чтобы проходил этот процесс, не всегда его хватает. Не всегда наш организм может в достаточном количестве этих витаминов иметь. Мы можем принимать из нее это еда. Наша пища, то, что мы едим и то, что мы покупаем. Но опять же, то, что продаётся, это мы не сможем набрать. Мне часто приходят, говорят, вот я покупаю там творог, я ем, у меня должно быть витамина D достаточно. И кальция, да. Да, кальция должно быть достаточно. Но никто не думает о том, что творог, который мы покупаем в магазине, на данный момент это уже не творог. Да, потому что чем нас больше становится, тем больше нужно условно творога. Значит, чтобы было столько творога, значит, у нас должно быть условно столько, извините мне, оров. Да, и представьте себе, что это невозможно. Поэтому тот творог, который продаётся, он уже не может дать нам то количество кальция, которое нужно для организма. То же самое овощи, то же самое фрукты, всё, что мы покупаем. Конечно, мне бы хотелось жить в деревне, иметь своё хозяйство. Я буду знать, что это молоко, которое я получу. Из чистой травы. Да, чистой травы и так дальше. А мы живём в таком мире, и чтобы найти даже ту чистую траву, ту чистую землю… Да, мы проверить даже не можем. Да. Что нам написали там на этом продукте. Поэтому с пищей мы навряд ли что получим. Воду, которую мы пьём, тоже навряд ли что мы получим. Поэтому мы в такое время, что мы должны для себя что-то извне покупать, пить дополнительно. И для того, чтобы принимать это всё, мы должны ещё понимать, насколько это качественный препарат. Насколько он там сертифицированный, насколько он работает. Да, потому что, опять же, медицина – это огромный-огромный бизнес. Все хотят заработать деньги, все хотят жить хорошо. И есть очень многие компании, которые… Вот, например, кальций – такой, 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 такой. Его много. Ты читаешь и смотришь. Там одно вещество добавлено, там второе вещество добавлено. Но это не факт, что этот кальций будет усваиваться. Я считаю, что если мы берём витамины, мы должны брать витамины, моновитамины. То есть, если витамин Д, то чтобы у него было витамин Д и там соединяющее вещество, и всё, и больше там ничего не должно быть. Чем больше витаминов… То есть, мультивитамин с шипучкой и ещё разноцветный? Нет, я отношусь к этому… Ну, представьте себе, чем больше, значит, этих витаминов, тем меньше. Да, и ещё такой нюанс. Если мы делаем салат, да, в салате должно быть не более четыре наименования. Он усваивается по-другому. Наш организм не может брать мульти. Вот как. Да. Препараты, если мы пьём, да, которые… Есть сложные препараты. Не больше в день вы можете пить одного по там две-три капсулы, но не больше четырёх разных препаратов. То есть, опять четыре. Четыре, четыре, четыре. Потому что наш организм так сделан. Есть четыре… Да? Звезды… Ну, квадрат, квадрат, да. Вот. Организм находится, и он принимает только четыре. И если мы пытаемся ещё что-то делать, то старайтесь не нагружать. Потому что чем меньше, тем лучше. И люди в возрасте особенно, да, которые… У них синтез всего организма, ферменты там… Ну, всё-всё, оно меньше. И оно замедливается, вот этот процесс. И с возрастом человек не может и молоко пить, человек не может и мясо есть, да, если то раз в неделю, маленькими количествами. Потому что всё это, ну, как бы сказать, застывает, упадает, уменьшается. Вот как-то так. А, кстати, сегодня день здорового питания. Всемирный день здорового питания. Всех призывают подумать, задуматься о том, что мы едим, как мы едим и зачем мы это делаем. Вот вы делали доклад «Медицинская конопля. Лекарства будущего». Да? То есть, вот вы разрабатывали эту тему. Ну, мы, вот что мы знаем, что конопля, марихуана – это наркотик, но в то же время у нас конопляное масло, конфеты, коровка очень популярны становятся с коноплёй. Да, да, да. Продаются. То есть, лекарства будущего конопля – это что? Я к конопле тоже очень хорошо отношусь. Я её не курю и не употребляю в психотропном виде, а чисто в медицинских целях. Потому что конопля, а там очень много веществ, и она была ещё где-то в каком-то 1902 году Индии и так дальше, там уже знали, что такое конопля. Ну, просто росла старова, и люди, которые болели и жевали её, и им становилось легче, и вот начали вот это всё смотреть, как она работает. И в наше время, даже не в наше время, какое-то время эту коноплю где-то в 60-е, 80-е годы, даже в 60-е, можно так сказать, её выращивали в промышленных целях. То есть, с неё делали там майки, там ещё чего-то делали, ещё чего-то делали. Но как её сделать так, чтобы она была лечебная, а не только под кайфом? Ещё в то время не было таких технологий, чтобы можно было вот эту коноплю переработать так, чтобы в такой пропорции она имеет лечебный эффект, в такой пропорции она психотропная. То есть, потому что марихуана, которая назначается даже в больницах, это обезболивающие, там просто большой концентрат психотропного вещества, потому что есть CBD, есть канабидиол, есть тетраканабидиол. И получается, что вот эта разница, как говорится, пример такой, глупый, но скажу, да, вот бокал вина и, например, бутылка вина или ведро вина, да, вы выпьете. Вот если там бокал определённое количество, там это и неплохо, но чем больше концентрат, тем хуже. Вот точно так же и с коноплёй. Одна пропорция – это лечебная, вторая пропорция – это уже лечебная и обезболивающая. Следующая пропорция – опять другое состояние, следующее – опять другое состояние. И от этой концентрации, от этой дозы зависит то, что вы хотите получить. А что, вот для чего она нужна в лечебном плане? В лечебном плане медицинская конопля, она очень хорошо работает при серьёзных заболеваниях. Это депрессии, это нервная система, это опорно-двигательный аппарат, это люди, которые с ПИДом болеют, это люди, которые болеют онкологией. Потому что на моей практике, вот онкологические процессы все эти, химиотерапия, облучение и так далее, и так далее, человек в этот период, у него тошноты, он плохо кушает, организм просто перестаёт работать. Принимая медицинскую коноплю хотя бы каплями, да, тошноты нету, человек может кушать. У меня много есть пациентов, которые при заболевании онкологическом брали масло конопли, там 2-3 капли, 4 под язык, и не было тошноты. И человек приходил и говорит, вы знаете, все мучаются, мне хорошо, меня не тошнит, я кушаю, у меня всё хорошо, я сплю спокойно, у меня депрессии нету. У меня были такие обращения, люди приходили, которые в течение 2-3 лет вообще не спали, они спали в сутки по 2 часа, иногда по 3 часа, всего-навсего. Они пили депрессанты такие и такие, очень много, но они не могли выйти с этого состояния. Опять же, принимая капли масла конопли, в течение полугода-года, они выходили с этого состояния, не принимая даже депрессантов. Ну, давайте всё-таки подчеркнём, что это нужно только под контролем врача делать, а обязательно, да, и это должно быть мотивировано очень серьёзно. И потом, какое масло выбрать? Опять же, вот как вы сказали, приходишь, у тебя там 15 разновидностей кальция, и ты никогда не знаешь, где этот кальций на Малой Арнаутской накрутили. Да. Да, или это действительно лабораторная какая-то разработка качественная. Да, поэтому точно так же по любому препарату и точно так же по маслу. Конопли, вы говорите, вот они продаются более коровка, там тоже есть конопля, но там 0,2% СБД, то есть вещества, которые будут давать лечебный процесс, которые будет получать организм. Поэтому от дозировки зависит. И для того, чтобы я для себя взяла, я перебрала очень много компаний, которые занимаются производством медицинской конопли, чтобы найти то масло, которое при меньшем количестве даёт больший результат, и в которого самое меньшее психотропного вещества, то есть там 0% психотропного вещества. То есть это просто лечение. Это просто лечение. Лидия, а вот сейчас очень модно антиэйдж движение, антиэйдж, антивозрастная медицина. Можно ли вернуть молодость, остановить этот процесс? И даже в Петербурге есть целый институт, который занимается этим. Вот как вы верите в это? Конечно верю, потому что как только в Европе, у нас в Латвии, и в том числе в Европе, пришла компания на рынок, и я тоже много читала, потому что президентом геронтологии европейской является профессор Хавинсон, который ещё в 1978-76 году с Морозовым они начали ещё в то советское военное время разрабатывать и смотреть вот эти препараты, которые могли бы, когда там человек заболел, серьёзные заболевания, инсульт, инфаркт, восстановительный процесс проходит очень сложно и очень долго, и не всегда это удаётся. И они искали препараты, которые могли бы помочь человеку восстановиться быстрее, и чтобы не было таких серьёзных последствий. И вот антиэйджинг, как бы лечение, которые, то есть компании, которые занимаются антивозрастной медициной, это и есть антивозрастная медицина, замедляет старение, в этом участвуют те же пептиды. А если принимать, правильно принимать, знать, что принимать, сколько принимать, мы можем замедлять процесс старения, это так. Но при этом нельзя сказать, что это панацея. Для этого надо заниматься физическим упражнением, садьбой, всё что угодно, чтобы были физические нагрузки, потому что физические упражнения – это движение, это наша жизнь, кровообращение – это движение. И кроме этого мы должны питаться правильно, мы должны следить за тем, что мы кушаем, как мы кушаем. И есть так, что режим, как режим дня, например, да, есть время, которое определённо вы кушаете, да, вот каждый день, и тогда, если вы кушаете определённо в каждый день в одно и то же время, ваш организм получает больше и выносит больше плохого, потому что это должно быть как систематизировано. Систематизировано, да. Ну, как вот в санатории, если человека отправляют на лечение, там же всё жёстко по графику, и организм привыкает, и потом… У меня вот такой вопрос. Важность режима, важность питания, движения, да, всё это важно. В этом смысле, в этом комплексе какое место, какую роль играют наши мысли, уровень нашего мышления? Важно ли это? Ну, я считаю, что это самое важное. Я считаю, что это человек… Ну, вот, сколько было примеров, когда плацебо, обычное плацебо, лечило человека, потому что человек сконцентрировался, он даже не зная, что там внутри есть и как оно работает, он понимал, что это сработает. И он настолько настраивал… Уверенность такая. Уверенность, он это настолько настраивало, что и действительно это срабатывало. Поэтому мысли, вот если мы, например… Я всегда говорю и считаю, это моё личное мнение, что если ты идёшь в магазин что-то покупать, неважно, одежда это, еда это, или какая-то книга, ты должен ясно и чётко понимать, что это тебе надо, и ты этого хочешь, и ты от этого получишь результат, тогда результат будет совсем другой. А если ты себя заставляешь, вот мне надо там зарядку сделать, я не хочу, это… Не надо, не делайте. То есть через силу ничего делать не надо? Нет, не надо делать. Надо делаться с удовольствием и с любовью, и результат будет совершенно другой. Вот у вас в докладе была такая фраза, «В нашем мире всё живое, даже камни имеют душу, а всё, что нужно душе, это любовь». Да. Прокомментируйте, пожалуйста. Да. Почему вы считаете, что это так вот важно? Как вы к этому пришли? А окружающий мир ждёт от нас только одного. Если бы мы делали так и думали так, у нас не было бы ни войны, у нас не было ни вируса, ни онкологии, ничего, потому что любовь, это не объяснить, есть любовь к родине, к отцу, к детям, к матери, ещё кому-то, а есть любовь, которая просто любовь, она покрывает весь мир. Безусловная любовь, она покрывает весь мир. И если ты в душе, в сердце, сделали тебе плохо, сделали тебе хорошо, что-то дали, что-то не додали, тебе не дадут, как можно правильно сказать, тебе никто не даст больше, чем ты не сможешь вынести. То есть, если есть заболевание, значит, тебе дано. И знают, что ты можешь вынести это заболевание, или эту проблему ты сможешь, ты в силах это сделать. Но кто-то сделал, прошёл этот путь, кто-то не прошёл. А вот это уже зависит от самого человека, как он думает, как он хочет, какого он хочет результата. И что он транслирует в мир, внутри. Да, да, правда. Вот что даёшь, то и получаешь. А вот вы говорите, что мы должны отдавать больше, чем получаем. То есть, это такой закон. Но он работает и в физиологии, в организме, да? Да, конечно. Потому что позаботься о своей внутренности, внутренних чувствах, ощущениях, здоровье. Потому что мы видим то, что снаружи. Мы видим, о, красивое лицо, красивая одежда, красивое говорит. А никто не видит и не знает, что у нас внутри. Если бы человек увидел то, что там происходит внутри, и что мы с этим делаем, он бы ужаснулся. Потому что это самый-самый сложный компьютер, самый-самый сложный процесс, который можно только придумать. И для того, чтобы это работало, мы должны давать много-много, думать много-много, чтобы это работало, и чтобы мы получали то, что мы получаем. Это очень важно. И, в принципе, я бы хотела, чтобы каждый человек думал о том, кто он, зачем он здесь. Что он может сделать для кого-то, не для себя, а для кого-то, кто находится рядом. Как помочь, чем помочь. Хотя бы просто посмотреть, хотя бы просто улыбнуться, хотя бы просто сказать «благодарю». И сразу мир будет по-другому, и энергия, и то, что нас окружает, будет по-другому, и другое отношение будет. Это безусловная любовь. Не надо ждать, что мне за это будет. Что я за это получу. Это ужасно. А вот вы получили Орден Святого Пантелеймона Целителя, с формулировкой «за заслуги в целительской просветительской деятельности». А что это за награда? Ну, это… Как одним словом сказать? Это то, что ты несёшь людям. Что ты несёшь людям? И отвечаешь ли ты за свои поступки и за те слова, которые ты даёшь людям? И как к тебе относятся люди в обратную сторону? Потому что, опять же, что даёшь, то получаешь. Это, в принципе, коротко. Это была программа «Личное утро» и наша гость доктор-натуропат Лидия Тымуш. Спасибо большое за такое доброе личное утро. Доброе начало дня. За правильную установку, правильные мысли и советы. Благодарю вас. И мой совет для слушателей – вставайте с хорошим настроением, живите, благодарите землю, себя за то, что вы есть. И будьте счастливы и здоровы. Спасибо. Всего вам хорошего. Благодарю вас.